Совсем скоро в России появится возможность прививать не только взрослых, но и детей. Центр Гамалеи закончил все клинические испытания и получил одобрение Минздрава к вакцине Гам-Ковид-Вак-М. М означает для маленьких, хотя пока речь все же не о малышах, а о подростках 12-17 лет. Вакцина от коронавируса для детей может поступить в гражданский оборот в конце декабря, сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством. А когда эта вакцина для детей может появиться уже в гражданском обороте? Вот сейчас регистрация будет, а в гражданский оборот когда поступит? Ну я думаю, что при благоприятном исходе это будет конец декабря. Там у нас 40 с лишним дней на контроль. В то же время продолжается вакцинация взрослого населения на улицах областной столицы. Наш корреспондент решил узнать, как жители Твери относятся к прививке от коронавируса. И сделали ли они ее сами? Мне 18 лет. Я привилась, потому что у меня старая бабушка с дедушкой. И для того, чтобы их обезопасить. Ну я вообще такого мнения, что люди не понимают серьезности ситуации, потому что очень много знакомых, которые работают в медицине. Сейчас дети болеют. Дети это страшно. Взрослые страшно. Надо бы все-таки прививаться. Просто я-то болел пока, и мне не надо. Я еще не прививлял, просто титр даже свой. И без нужды я не буду прививаться пока. Вот мне приведут полгода с моей болезнью. Ну а вообще, когда пройдет полгода, ты пойдешь делать прививку? Ну, скорее всего, да. Потому что я учусь, как бы, я контактирую с уже старыми даже, с бабушкой, с дедушкой, поэтому, скорее всего, пойду. Антиперививочники, по-моему, наносят очень большой урон здоровью нации. Поэтому нужно как-то... Пандемия – это болезнь непривитых. Это раз. Второе. Значит, непривитые должны платить, если они заболеют. Это два. Продолжение следует...